О проделанной работе подрядчик, частная компания Building Technologies, докладывает директору департамента городского хозяйства Михаилу Тарасову. По словам чиновника, на объекте проведен большой объем работ. И речь не только о внешнем виде сквера. Закрыт вопрос освещения территории. Установленные десятки урн большое внимание уделили озеленению. Мы видели, что здесь есть некоторые насаждения, которые еще не посажены. Это подрядчик дополнительно за свои деньги уже как бы делает подарок. Отдельное внимание в сквере уделили детскому уголку. На площадке установили несколько качелей, а саму территорию оборудовали специальным покрытием. Это делается для того, чтобы если дети играют, и если он упадет, чтобы не было у него травм не было. Летом, когда жара нет, никаких побочных транспортов она не пахнет? Абсолютно ничего не пахнет, нет. Это сделано по нормам. Изюминка этого парка так называемой экотропинки. Суть проста. Между плиткой делаются довольно большие зазоры 3-5 сантиметров, куда засаживаются газоны. И когда наступает весна, он объединяется с зеленой зоной сквера. Одна проблема. Пока весна не наступила, эти дыры мешают ходить обычным горожанам, где застревают у них ноги и каблуки. Такой дизайнерский подход пришелся по душе не всем местным жителям. Посмотрите, какие щели большие. Это специально сделано. Ничего, для того, чтобы мы с каблуками зацеплялись и падали. Когда вы на каблуках, вы обойдите вот эту дорожку. А дети тут и все такое. Обвалите на шпиль. Для детям нормально. Еще одно ноу-хау, примененное при благоустройстве сквера – новые, большие и необычные по своей форме скамейки, спинки которых рассчитаны на то, чтобы даже на них можно было сидеть. Тут мы как раз спорили и смеялись. Кому-то это может быть неудобно сидеть на спинке с ногами. Зачастую же так молодежь у нас бывает отдыхает. Но зато, с другой стороны, создает такой комфорт, такого домашнего уюта, как диван. Комфортно сесть, расслабиться. Уверен, это будет для многих таким сюрпризом, интересным местом. Эксперимент обошелся в 18 миллионов рублей. Городских средств из них 5%. Остальное выделено по программе комфортной городской среды из федерального бюджета. Сейчас сквер имени Блюхера готовится к приемке. За это время подрядчик должен завершить высадку в хвойных деревьях. Акты выполненных работ чиновники намерены подписать до конца года. Кирилл Попов, Дмитрий Фомин, Северинформбюро.